Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И в гостях у нас Маргарита Зиеда. Доброе утро. Маргарита, ты штатный драматург Нового Рижского театра. Я «Завлит». Ну, «Завлит» – это такое старое название. Ты везде пишешься, по-моему, как… Это как по-немецки, да, шеф-драматург в театре. Тот, который занимается репертуаром, пьесами, отбирает, является идеологом, помощником художественного руководителя в выборе текстов, как-то еще… Ну, то есть вот я общалась когда в Германии, я знаю, что есть такая позиция во всех театрах. У тебя примерно что-то между этой немецкой историей и старым названием «Завлит» или как ты? Ну, да, это, наверное, объединяет обе функции, но принципиальная разница, я думаю, в отличие от немецкого драматурга, является в том, что немецкие драматурги, они выполняют все те функции, которые ты назвала, но это включает и работу над спектаклем. Ну, надо еще уточнить, что в штате немецкого театра, как правило, 4-5 драматургов в Латвии, это один человек, поэтому, конечно, выбирают функции, которые самые важные для театра. То есть есть случаи, когда я работаю совместно с творческой группой, мы вместе развиваем спектакль, но это только отдельные случаи. В Германии есть 5, вот, как я сказала, драматургов, они работают и над репертуаром, и над развитием тем, и они работают и непосредственно с творческой группой, и размышляют по поводу идей, текстов, смыслов данного спектакля. То есть у меня, ну, функции, которые объединяют эти оба, два направления. Но ты не можешь объять необъятное при этом. Ну, это невозможно, поэтому, конечно, нужно выбирать, что для театра в данный момент самое главное. Ну, я стараюсь это понять, и над этим и работать. Хорошо, но я задам тогда тебе вопрос с точки зрения трактовки слова «драматург» для русского языка. В русском языке «драматург» – это автор спектакля. Ну, так всегда пишут «драматург» на афише – это автор спектакля. Ты выступила сейчас в этой роли в своём театре и написала пьесу. Ну, я автор пьесы, надо сказать, очень определённо в этом случае, потому что у нас была сильная творческая команда и, конечно, с сильным творческим художественным мышлением. И у нас, надо сказать, были достаточно разные точки зрения по поводу того, как этот текст надо воплотить на сцене. Вот удел драматурга, автора пьесы – не мешать, не быть этим тормозом и как-то помогать, но, да, не теряя свои ценности, скажем так. Отстаивая всё-таки, да, что-то важное? Ну, даже не отстаивая, но просто как-то, ну, фокусируя внимание. Ну, это уже тогда дело рук художников. Принимают они это как-то… Ну, да, сейчас вот русский язык немножко мешает. Принимают они к сведению это, да? Да, вот именно. Используют ли твои пожелания, да? Вот это вот, мы можем сказать. Ну, это как бы коллективная работа, это всегда компромиссы, но, с другой стороны, это большое обогащение, я думаю, для всех. Ну, расскажи мне, название «всё под небесами» или «всё под небесами»? «Всё под небесами». «Всё под небесами». Скажи, пожалуйста, правильно ли я это понимаю, как есть такое русское выражение «всё под Богом ходим»? Ну, точка от счёта была не русская, а китайская. Вот именно это «всё под небесами», потому что, на самом деле, это цитата. Цитата из книги, это название книги современного китайского философа Джао Тинь-Янга «всё под небесами». И это одна из книг, которая, в общем-то, для меня стала импульсом вообще, почему думать про Китай, почему писать про это, почему делиться со зрителем именно про Китай. Это современная книга, которая сейчас обсуждается, ну, как раз во время пандемии это была в Германии большая дискуссия, в 2019 году вышел перевод на немецком, сейчас вот в 2021 году она вышла в Америке, Сан-Франциско, University Press на английском языке. До этого, надо сказать, перевели французы, и они вообще считают Джао Тинь-Янга одним из 35 самых важных мыслителей современного мира. Его книга про то, как нам вместе всем дальше жить. Притом он берёт за исходный пункт уже существующую модель из древнего мира китайского, которая уже была. Но если совсем-совсем коротко, это про то, как принципиально изменить правила нашей совместной жизни, когда всё базируется на конкуренции, на хирархии, кто сильнее, кто важнее. Но вот в древнем китайском мире, притом это мы говорим про несколько веков, не про 5-10 лет или про какие-то утопии, но вот как раз про практику. Такое уже было, и он предлагает осмыслить, как нам вместе жить после пандемии, после этих всех провалов. Притом неправильно сказать после пандемии, это моя уже интерпретация, потому что написано до того. Это 21 век на самом деле, это начало 21 века появилось. То есть это ощущение вот этого изменения мира, которое сейчас происходит, он вот таким образом начинает пытаться описать перспективы из этих изменений, да? Да, да, при том, что он очень начитанный, очень умный человек, и это уже журнал немецкий «Дошпигал» написал, что было бы очень наивно его соотнести к китайской коммунистической партии и идеологии, потому что он на самом деле очень мышлящий и очень мудрый человек. И это, я думаю, что это на самом деле самый главный вопрос сейчас, как нам все вместе жить, и при том самое новейшее развитие мира всё больше и больше актуализирует этот вопрос. Это вопрос, над которым я думаю, думают все на индивидуальном уровне, на коллективном уровне. В 2014 году я расскажу, я очень люблю рассказывать этот случай. В 2014 году я была в Бостоне у подруги, англичанки. Она закончила университет в Эдинбурге и занималась экологией, философией экологии и социологией экологии. То есть у него такое было отношение. И она мне тогда сказала, что ей дали заказ, и она писала книгу о том, одно исследование о том, как может бизнес развиваться дальше, минуя вот этот капиталистический образ, капиталистическую систему отношений. Потому что ресурсы исчерпываются, земли, ресурсы земли исчерпываются, экология страдает. Бизнесу необходимо все время быть чуть-чуть в плюсе, как бы и двигаться все время вперед. Ну, то есть, да, но это экспонент, она же не может быть бесконечна, она же во что-то утыкается. И земля небесконечная, она же шар, мы же не можем бесконечно распространяться в разные стороны. И вот она как раз занималась этим исследованием, с ее точки зрения, как может сохраняться и развиваться бизнес, если он вот больше не может заниматься экспансией бесконечной. Ну вот не знаю, что она в результате написала, это было давно, в 2014 году, мы потом не виделись, она уехала опять в Великобританию. Ну, мы переписываемся, не виделась я с ней. Ну, да, ну, театр как бы другой фокус, его фокус всегда человек, и наш самый главный вопрос, и вот как человеку-то жить дальше, и, ну, меня очень интересовал этот вопрос во время работы, и все под небесами, вот как найти контакт с новым временем, как работать на полную силу, без компромиссов как раз, и не теряя при этом свои ценности, которые, ну, для меня, как я думаю, для многих другого поколения людей, это 20 век формулировал, ценность 21 века, они уже иные. И вопрос, как это соединять, не уничтожая, и не оставаясь в другом веке. Вот это очень... Головой, сердцем и телом. Да, я вот недавно тоже разговаривала с одной журналисткой из Литвы, и мы тоже вышли на эту тему. Как меняться, не отменяя предыдущее? Это, кажется, самый главный вопрос сейчас. Как научиться не обнулять предыдущее, не отменять все, что было сделано до, но при этом понимать, что необходимо двигаться вперед и делать что-то новое? Вот это совмещение, мне кажется, действительно одним из самых важных вопросов для человека. Самый важный и самый сложный. Ответа мы, конечно, не даем, но мы пытаемся вместе мыслить про это. И про спектакль я хотела одну вещь сказать. Ну, не одну, я сейчас еще буду спрашивать. Одну вещь я хотела сказать, потому что, мне кажется, это важно. Но тоже, опять-таки, с точки зрения человека, который написал пьесу, ну, все-таки работа длилась больше двух лет, притом это было время пандемии, и поэтому там на самом деле все тексты очень обдуманные и выбранные. А художественный прием спектакля такой, что текст подается в огромной скорости, просто вот такой скорости, которая сейчас отвечает информативному потоку, который льется на человек. Но при этом я хотела бы призвать наших зрителей, которые еще придут на этот спектакль, на самом деле, что им нужно вооружиться концентрацией, вниманием. Иначе, иначе, ну, очень много целовек пройдет мимо. Это спектакль, который очень-очень большой фокус на слушании текста. Притом есть что видеть, но это нужно учесть, потому что степень восприятия усложняется в этом спектакле вот именно из-за динамики преподачи текста, который опять-таки нерв нашего времени. Ну, художественный осмысленно он таким языком. Я тебя все-таки спрошу про сюжет. Да. Что для тебя было самым важным в этом во всем? Вот ты сейчас рассказала о том, что тебя, какие вопросы тебя волновали, когда ты начала это писать. Но пьеса – это всегда сюжет. Это сюжет, как бы это история, это рассказ какой-то истории. Вот что в этой истории для тебя важно, отправная точка, и куда это двигалось для тебя потом? Ну, отправная точка как раз встреча со временем, со всеми новыми феноменами, которые, ну, не только я встречаю в своем пути, но которые сейчас, ну, просто каждый человек будет с этим конфронтирован. Не каждый, но, скажем так, люди, которые, ну, не замкнуты в своем пространстве выходят все-таки на улицу, коммуникацируют с другими людьми и так далее. И, в общем-то, отправная точка была. Вот как раз время пандемии все было закрыто, все было перекрыто. И я вместо того, чтобы сидеть в интернете, который, я до сих пор считаю, что это очень вредно для человеческого здоровья, потому что там помимо прекрасных, умных текстов есть так много мусора, что конфронтации с 90% из того, что можно найти в интернете, это просто противопоказано здоровью. Ну, это везде. Я выбрал другой вариант. Выбрал другой вариант. Во-первых, я прочитала книгу Джао Тинь-Янг «Все под небесами». На немецком, точно. На немецком я читала. И потом, благодаря Геоте-институту, я просто взяла, ну, я не знаю, это не подшивка, но очень-очень много номеров немецкой газеты «The Zeit». И у них есть такая рубрика, которая, ну, у них выходят газеты до сих пор, так как у нас в Латвии выходили в 90-х годах. То есть огромные газеты, ну, два раза больше по самому размеру. И, ну, и там вот две страницы уделены как раз самым новейшим феноменам журналистские расследования, что у нас за это время появилось в мире. И там были настолько поразительные истории, при том, что вот именно они не вымышленные. Это реальность, которая уже происходит и уже началась вчера. Ну, расскажи. Вот это как раз было. Рассказать? Да, расскажи пример, парочку примеров. Что на тебя произвело тогда впечатление? Пример? На меня произвело впечатление рассказ про то, как можно встретиться с людьми, которые не хватает... не хватает... ну, с умершими людьми, с умершими родственниками или с умершими друзьями, с людьми, которым хотелось бы встретиться, с которыми хотелось бы поговорить, но нет такой возможности, потому что они умерли. И вот придумана такая сейчас техника, которая с помощью всех дигитальных записей, будь то это запись в телефоне или там фотографии, видео, всё это складывается, и с помощью техники производится... Голограмма этого человека, да? Уникальный двойник этого человека, но что самое поразительное, этот человек, во-первых, он мыслит, он рассуждает, он чувствует, эмпатическая сторона та же, абсолютно, один к одному, но что самое поразительное, что он может высказать мнение по поводу тем, которые он в своём жизни не высказывал и даже не размышлял, потому что тема меняется. Но он а машина за него, правильно я понимаю? Да, но оптический, оптическая, как бы, вся чувствительная сторона, то есть я как разговариваю с Евгением Шерменёвой... На самом деле с её аватаром. Да, и вот это... Но это же будут не мои мысли, а мысли машины. Нет, видимо, есть всё-таки такая... Ну, я ещё как-то не воспользовалась, но по всем описаниям большая книга про это написана. Кстати, два театральных режиссёра написали. Вот я и... Как это? Абонировал? Нет. У меня есть эта книга, называется «Дигитальная душа». Они как раз вот этим два года занимались. Ну, я прочитала, во-первых, это в этом большом дейтсайд вот «Наши современники», но именно про это, что вот машины, технологии, они сейчас на самом деле переходят все зоны табу, и они внедраются в душ человека. И вот вопрос, что с этим делать? Я могу про себя сказать, у меня есть несколько человек, которых мне дико не хватает сегодня, с которым я хотела бы поговорить, посоветоваться. Не знаю. Я думаю, что это как раз вот это внедрение в зоны, которые важны, ну, любому человеку, почти любому. Ну, я бы не хотела говорить с теми, кого уже нет. Ну, я с ними разговариваю без помощи техники. Я думаю, что это какая-то внутренняя, внутренняя какая-то фундаментальная потребность каждого человека. И вот от этого становится страшно, что вот вы упомянули слово «бизнес», что вот слово «бизнес» сейчас и вот наш двигатель «Прогресс технологий», что они сейчас забираются в те зоны, в которых хотелось бы поставить барьеры. А ещё какая-то история? Китай – это обывание. А вторая история, вот именно вот это Джао Тэнг-Янг. Потому что у Китая, что мне интересно было, сперва это было просто море к лыше. Если смотреть, что существует на тему Китая на западной прессе, я сейчас говорю про немецкое и англоязычное и латышское, то есть три языка, наверняка существуют, которыми я пользовалась, поэтому я не обобщаю, я говорю только про эти три. Это фокус на один, на правонарушении человека, что правда, и на этом как бы и заканчивается вообще размышление. Но есть целое, Китай мне показалась очень интересным объектом как раз с точки зрения амбивалентности, что есть направление, которое уже даже не задаёт вопрос, что уже понятно, что они, в общем-то, вредны как бы и человек, и совместном существовании. И тогда есть целое направление, которое, но если задуматься, и у меня нет как бы иллюзий по поводу человека, когда он оставлен в полной свободе, на что он способен, ну тут хватает. Когда нет ограничений у него, да? Да, да. Заехать в латышский лес, посмотреть, что там всё вывалено. И вот вопрос, что Китае интересно, что там в отличие от западного индивидуализма, который, в общем-то, я думаю, склонна думать, что и свойственен Латвии, у них размышления по поводу, что лучше для всех, по поводу, ну, по поводу улучшения совместного жительства вот в общем пространстве, чтобы человек своим индивидуализмом не портил, ну, воздух в самых разных, на самых разных уровнях, начиная там с машины, как мы знаем из всех источников, если кто уехал в Китай, первый говорит, что там уже дышать невозможно, ну, тут я... Ну, это же не столько из-за машин, сколько из-за производства, конечно. Да, 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 но сейчас как бы производство приостановлено, вот машины как бы и остаются, то есть это, вот тут у нас в Риге, я приехала на студию на велосипеде, вот тут уже пора респиратор одевать. Вот по поводу, впадает того, что у них на самом деле вот эти размышления, они вот... Ну, смотри, вот сейчас ты говоришь об этом, но мне вот кажется, что есть такая тоже, опять-таки, амбивалентность, потому что, если Китай размышляет о совместном каком-то, да, общности интересов, то при этом, при всем, он как государство страшный индивидуалист. он не входит ни в какие коалиции и ни с кем не собирается никогда делиться ничем. Он всегда занимает абсолютно индивидуалистическую позицию, ну, как бы как общность, вот своя, да, и никогда ни с кем не скрещивается. Мне кажется, это единственная страна, которая вот в этом коконе умудрилась просуществовать всю историю человечества. Потому что так или иначе, если мы посмотрим на историю других стран, они так или иначе проникали друг в друга, брали культуру друг друга, языками обменивались, войны были, да, там или какие-то обмены территориями исторически происходили, не знаю, пути какие-то перекрестные и так далее. Но если мы посмотрим на Китай, он очень четко стоит вот в этих своих, вот в этом своем, как бы сказать, действительно коконе. И развивается там совершенно как-то иначе. И его позиция даже там, если мы будем говорить про политический мир, да, она же тоже всегда такая закрытая вполне. Да, она... Всегда имеет особую точку зрения. Она таинственная, я бы сказала. Нет, она просто не озвучивается. Она таинственная, потому что вот как раз посмотрел к Новому году огромный документальный фильм по телевизору, тоже немецкий, Китай уже занял все важные точки мира, начиная с Африки и Ближнего Востока, где порты Америка. Ну, имеется в виду эмигранты из Китая, которые приезжают в страны и обосновываются там? Нет, имеются стратегические базы, которые вот... Бизнесы? Ну, можем мы его называть бизнесом, можем называть политическими, стратегическими зонами, которые... Никто не знает, что там происходит. Ну, коммуны какие-то. Так все-таки это мы говорим про людей, которые живут коммунами, или мы говорим про что? Про имущество, видимо, так, что куплено, где вот силовые базы... В смысле, военные? Ну, это как бы закрытый вопрос. Это вопрос... Ну, то есть, ты предполагаешь, что на территории... Я не предполагаю, я рассказываю, что я видела в документальном фильме. Там как раз была нарисована карта мира, и вот точки расстановки сил Китая, где, ну, например, вот порт, как мы это будем называть? То есть, выкуплен порт? Да. Ну, выкуплен порт как бизнес. Ну, что они за этим... Чего они за этим держат, мы не знаем. Ну, вот именно, да. Ну, вот я имела в виду это. Да, потому что Китай очень часто сравнивает с Россией, с той точки... с той оговорки, что Россия всегда показывает мускулы, но Китай наоборот. Он хороший, добрый сосед про намерений, которые мы не знаем, но сейчас как бы Китай набирает самый большой оборот, в чём он интересен, что он на самом деле смотрит все новейшие развития и их мультиплицировает тысяч, миллионов раз. Поэтому вот куда пойдёт Китай, туда пойдёт мир, это на самом деле оно и так. Ну, вот это очень интересная история, потому что мы с Мариной Давыдовой после премьеры спектакля «Ротко» сидели, разговаривая с Лукашем Творковским, и у них вышла как раз беседа на эту тему. И он, человек, который там много работал и много что сделал, он тоже ей говорил про Китай, как про будущее человечества. Да, но по поводу будущего человечества, всё равно у нас фокус, но я опять-таки с точки зрения человека, который написал пьесу, всё-таки в фокусе человек, что с ним происходит в этом. И ещё второй феномен, называя вопрос, который ты задала, что меня удивило, это вот как раз Китай, который у нас ассоциируется производством всех дигитальных приборов, компьютеров и техники. Он как раз сейчас пионер ухода от техники. В Китае уже проходит кампании, которая называется, вот выключай компьютер и электронический все способы пятницу вечером и включай понедельник. Я до этого не знала, что в Китае уже есть лагеря для больных компьютерными... Играми. Не только играми. Ну, то есть для людей, зависимых от компьютера. Играми от компьютера, да. И вот это люди, которые, родственники, которые уже не знают, что сделать этим человеком, они просто его привозят в этот лагерь и отдают как бы на лечение. А лагерь, он устроен на возвращение человеческого здоровья. Опять-таки амбивалентность. Казалось бы, нельзя человека вообще упрятать за решеткой и силой ему заставить стать обратно здоровым человеком. Вопрос, да. Но это вопрос насилия над человеком, все равно осуществления насилия над человеком. И кто имеет на это право, и можно ли этим заниматься? Или сам человек... С другой стороны, я как свободный человек, прислушиваясь к этому, вот, и работаю над этим. На самом деле, выключила компьютер и включила понедельник утром, и вижу очень здоровую разницу. Да? Интересно. Хорошо. А про спектакль, два слова. Значит, это история латышеской поэтессы, которая попадает в Китай, ее приглашают на выступление, и она начинает там по незнанию, непониманию нарушать правила игры и попадает в... Как бы сказать... Как это назвать правильно? Ее задерживают там, ей не разрешают вернуться. Правильно? Вовремя. Да, но она попадает в систему, которая уже внедрена, и которая работает, это все не выдумка, а фантастическая драматургия. Это на самом деле так и происходит. Как бы это на русском называется? Штрафные баллы такие, да? Нет, это штрафные, это как раз не... Не совсем то. Лексика, не терминология. Это система социальных пунктов. То есть вот это социальные ответственности перед обществом. Вот именно, да. Это можно, ну, если так очень упрощать, это можно сравнить, как это законы транспортного движения, переходить на зеленый свет, машина тоже стоит, не переезжает. Если зеленый свет, едем, красный стоим. А если что, тебе права протыкают. Да, вот именно. И оставил машину в неправильном месте, получаешь штраф. То есть это как раз призывает на самом деле просто человеку соблюдать правила в совместной жизни. И оказывается, что, в общем-то, это очень сложно соблюсти эти правила, потому что в нашем сознательном мышлении очень много... очень мало внимания на это мы вообще обращаем. Как бы весь фокус опять на индивидуализм, на мои самые... Ну, сейчас я говорю на мои, на человеческие, да, интересы, индивидуума. А что вот люди, там 10 человек вокруг тебя, вот сейчас ехала на велосипеде, на меня наехал человек, который едет... На самокате. На самокате. И начал кричать на меня. Ну, примитивный как бы пример. Но вот это я вижу кругом, да рядом. Опять-таки амбивалентность. Хорошо. А вот если мы вернемся как бы в европейскую систему ценностей и скажем, что люди же не соблюдают заповеди. Ну, есть, которые соблюдают. Ну, да, но они же существуют для того, чтобы быть в обществе. Ну, вот именно, конечно. Они же для этого и даны, в общем. Правильно? Конечно. По-моему, очень хороший пример. То есть если как бы к ним обратиться, то вопросы будут решены. В этом и призыв, да. Да. Хорошо. Амбивалентность в том, что это, ну, как бы, репрессивный метод, чтобы соблюсти вот 10 заповедей, что будет. А если без репрессивного? Ну, это как бы дело руки, сердца каждого человека. Да, это вопрос самоосознанности. Я знаю таких, которые живут по этим правилам. Это не утопия, как бы практика жизненная. Вопрос в том, что делать с человеком, который, в общем, не в силах соблюсти самые нормальные правила. Вот это, опять же, так и вопрос. Я не говорю, что... Что всем остальным с этим делать? Да. Ну, так это же, смотри, в глобальном смысле это вопрос, что сейчас делать с тем, с той агрессией, которую проявляет одна страна по отношению к другой. Все остальные что могут сделать с этим? Ну, это на самом деле вопрос. Это то же самое, когда у тебя есть один человек, который проявляет агрессию, и нарушает правила. И ты вокруг стоишь и не очень понимаешь, что с этим можно делать, и можно ли что-то с этим делать. Ну, мне кажется, это самый большой вопрос. Это самый большой вопрос. Современное общество оказалось перед вопросом, который оно пока не может решить никак. Я хочу тебя... У нас еще есть 5-7 минут. Я хочу тебя, знаешь, о чем спросить? О том... Ты же пробыла какое-то время сейчас в Берлине. Да. Это такая для меня, это театральная мекка в некоторой степени. Когда мне нужен театр, я еду в Берлин. Что, с чем тебе повезло, что ты увидела? Ты же наверняка ходила и смотрела. Да, был фестиваль современной драматургии, который устраивает театр Шаубиуна в Берлине. Финд. Да, он называется Финд, это сокращение. Он интернациональный фестиваль, и там приглашаются художники со всего мира. И это очень хорошая возможность увидеть весь спектр вопросов, тем, которым занимается современный театральный мир. Чем мне повезло, что мне повезло, это была как раз встреча со спектаклем Роберо Лепажа, как же перевести-то, Seven Streams of River Otta. Семь струй как бы одной реки, да? Реки Отта, да. Это легендальный спектакль, поставлен в 1994 году. И вообще такая уникальная возможность увидеть «Живём» спектакль, ну, сколько, почти 30 лет прошло. Он показывался в 20 веке, и его реконструировали несколько лет назад, он и в Москве показывался. В этом году в «Фокусе», там всегда есть в этом фестивале «Фокус», один художник, и как раз был Робер Лепажа, и можно спросить, почему сегодня он. Это возврат, возврат рассказчика, «Возврат человека, который пользовался технологиями», и тем не менее... Вернулся к рассказу. Вернулся к рассказу, и вернулся как раз вот человеку. И вот этот спектакль, почему он важный? Потому что он поставлен был по приглашению Японии, и исходная точка была дата памяти Хиросимы. И этот спектакль про то, как рассказать, как говорить про войну. И он начинается с тем, что американский фотограф... История начинается с того, как американский фотограф приезжает снимать фотографии жертв Хиросимы. И он развивается настолько с такой человеческой теплотой, пониманием человека. то есть у него удивительным образом удается из всего кошмара, ужаса, который мы сейчас переживаем и не понимаем, как про это говорить, что с этим делать, развить историю, которая продолжается семь с половиной часов, и которая, беря за исходную точку, словами неописываемый ужас, человеческая жестокость, брутальность, безысходность, и как ему удается показать человека его потенциал абсолютно с обратной стороны. Вот что человек может дать друг другу, какой его обратный потенциал. Что в каждом человеке есть вот эта часть, и есть еще часть, которая наполнена добром и отзывчивостью, и пониманием. Да, это спектакль удивительного, триумфа человека. И вот это самый большой вопрос, как сегодня говорить про наше время, как говорить про войну, которая сейчас происходит рядом, не умножая жестокость, не умножая отчуждение друг от друга, не конфронтируя друг друга, а вот находя пути, да, к умам и сердцам человек. Это великое достижение, я считаю, театра, если это удается. Не делаясь сентиментальным, не упрощая абсолютно. Там есть души, раздирающие сцены, когда ты понимаешь человеческую беспомощность. Но потом это все равно покрывается надеждой. Это как раз вот умножение человечества, что, мне кажется, это как бы самое высокое качество как раз сегодняшнего дня. Все, на этом закончим. Спасибо. На таких хороших словах самое важное качество сегодняшнего дня. Спасибо большое. Радио Болтком, программа Безантракта. Спасибо и до встречи в театре. Спасибо. Радио Болтком.